Музыка Итак, я буду говорить о проблемном обучении, о сущностных характеристиках проблемного обучения и тенденциях его развития на современном этапе. По мнению многих специалистов, на данном этапе развития образования имеет место актуализация внимания исследователей и практиков к проблемному обучению, теория которого была разработана еще в 70-80-х годах прошлого века. Она была разработана нашими отечественными дидакторами Березуэль Смолчем Махмутовым, Джаудат Валевичем Вилькеевым, а также московскими специалистами Лернером Исаак Яковлевичем, Михаилом Николаевичем Скаткиным и другими исследователями. Возникает вопрос, теория, которая была разработана почти 40 лет назад, актуализируется сегодня. Почему? С чем это связано? Какие факторы вызывают актуализацию внимания педагогов к этой технологии? Факторов можно достаточно много назвать, но я остановлюсь на нескольких, с моей точки наиболее важных. Первый фактор – это переход мира в новую эпоху своего развития, которую называют информационной, постиндустриальной, обществом знаний и так далее. Сегодня уже говорят о наступлении биоцифровой эпохи, фундаментальной чертой которой является синтез новейших технологий – от расшифровки информации, записанной в человеческих генах, до нанотехнологий. От возобновляемых энергоресурсов до квантовых вычислений. В докладе президента Давосского форума ШВАБа, который называется «Четвертая промышленная революция», прогнозируется, что цифровые приложения, так называемые скрипты, полностью адаптируются под потребности человека и окончательно вытеснят классические образовательные программы, а также линейный способ передачи информации. Студенты смогут обучаться в любом месте и в любое время. Важно подчеркнуть, что среди трех актуальных ключевых категорий, которые будут востребованы в биоцифровой эпохе, на первом месте стоит творчество – человек, выступающий в роли творца, создателя и созидателя. Затем идут экосистема развития, а иногда и создание, которое станет одной из ключевых образовательных целей, а также бизнес, как регулятор межинституциональных отношений. В современной системе образования практически невозможно найти предмет или курс, материалы которого отсутствовали бы в интернете. Равно как редкий школьник или студент не носит с собой коммуникатора, планшета или смартфона. Если раньше неизменным атрибутом скучных лекций или уроков был разговор обучающихся между собой, то сейчас таковым стали пресловутые листания и общения в социальных сетях. В этих условиях роль содержания учебных занятий, как фактора привлекающего и удерживающего внимание обучающихся, практически непрерывно общающихся в социальных сетях, естественно, снижается, выводя на первый план форму подачи материала, контекст, очередность, ритм, визуальное и речевое сопровождение. Совершенствование коммуникации в процессе занятий – это важное условие успешной конкуренции последних за внимание обучающихся. Конкретно речь идет о конкуренции с IT-девайсами, интернет-контентами, социальными сетями. Это первый фактор. Что касается второго фактора, то он связан с тем, что сегодня проблемность, по мнению специалистов, стала нормой профессиональной деятельности. Подчеркивается, что в современном обществе знание более генеративное, то есть обладающее свойствами, позволяющими создавать новое знание. Анализируя проблему развития сферы образования в среднесрочной перспективе, группа экспертов из высшей школы экономики пришла к выводу, что высокотехнологичная экономика требует от образования стимулирования у обучающихся креативности, активного применения полученных знаний, преодоления подходов к обучению, ориентированных на подражание, копирование и послушание. Можно констатировать, что основные тенденции общественного развития указывают на то, что труд приобретает творческий характер, а тенденции развития высшей школы характеризуются усилением деятельности, направленности образовательного процесса, формированием у обучающихся компетенций, позволяющих видеть, выявлять и решать проблемы в профессиональной и социальной деятельности. Например, в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога, трудовая функция, одна из функций, педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднеобщего образования, в числе необходимых умений содержится умение разрабатывать и реализовывать проблемное обучение. Возникает вопрос, отвечает ли массовая практика образования этим требованиям и потребностям? Анализ показывает, что в реальной образовательной практике продолжают доминировать технологии обучения, направленные на исполнительскую и репродуктивную деятельность обучающихся. Содержание большинства учебников и учебных пособий также ориентировано на реализацию, главным образом, информационной функции. Как результат, снижение качества подготовки выпускников образовательных учреждений, неудовлетворенность работодателей и общества уровнем их профессиональной и социальной готовности. Внедрение компетентностного подхода, по мнению специалистов из Института социологии Российской Академии наук, не только не привело к сколь-нибудь заметному повышению уровня компетенции выпускников учебных заведений, но, как это ни парадоксально, в ряде случаев даже сопровождалось их снижением. В качестве примера хотелось бы послаться на данные о качестве подготовки абитуриентов журфака МГУ. Обратите внимание, какие ошибки допускают в диктанте абитуриенты факультета журналистики Московского государственного университета. Это данные 2015-2016 года. Что говорить о абитуриентах других факультетов и других университетов? В этих условиях образование стоит перед необходимостью перехода к гибкой системе подготовки, позволяющей формировать человека и специалиста, восприимчивого к изменениям в сфере труда, способного определяться и действовать в ситуациях неопределенности и противоречивости. Какая из известных педагогик и технологий отвечает новым вызовам? Однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя. Однако можно выделить базовую теорию обучения, которая могла бы стать основой для интеграции в ее рамках других теорий и технологий обучения. Для выделения этой общей основы мы провели анализ наиболее известных сегодня теорий и технологий обучения, в том числе контекстного, проектного, интерактивного, концентрированного, лично-ориентированного теории обучения. И выяснилось, что при том, что каждая из них имеет свою целевую ориентацию, свои приоритетные формы и методы обучения, тем не менее, в целом, каждая теория отличается тем, что проблемность является одной из ее характеристик. То есть проблемный характер обучения в общеобразовательной и профессиональной школе сегодня объективно становится ее атрибутивным свойством. Поэтому можно заключить, что современной системой образования объективно востребована модель проблемного обучения как типа, основной целью которого является формирование творческих способностей обучающихся, развитие их личности в целом. Сравнение особенностей проблемного обучения с требованием работодателей к ключевым компетенциям выпускников показало, что имеет место достаточно высокая степень соответствия характеристик проблемного обучения с одной стороны и требований работодателей с другой. Об этом же, кстати, говорят и результаты исследований европейских ученых. Так европейский социологический анализ показал, цитируя, высокую степень совпадения компетенций для трудоустройства с компетенциями, которые участвуют в проведении исследовательской деятельности. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что модель проблемного обучения является сегодня объективно востребованной школой, как общеобразовательной, так и профессиональной. Однако, как я уже говорил, эта теория была разработана в 70-80-х годах прошлого века, но она имеет более глубокую историю. Несколько слов буквально об истории. Проблема активизации обучающихся всегда была в центре внимания образовательных учреждений. На каждом этапе развития общества она решалась по-разному с использованием достижений науки на данный период. В течение многих столетий только нащупывались способы и средства активизации учения, что было еще в маевтике Сократа, в дидактике Каменского, в учениях Руссо, Пистолоце, Дистервега, Ушинского, Каптерева и ряда других ученых. На основе идеи активизации учения на рубеже 19-20 века начинают формироваться исследовательские методы обучения, основанные на приемах развития познавательной самостоятельности учащихся в обладении знаниями. В зарубежной и отечественной педагогике этот метод связан с именами таких ученых, как Герд, Амстрог, Пинкович, Райков и другие. В первой половине 20 века на основе идеи активизации учения и исследовательского метода начинают формироваться идеи обучения через решение проблем в трудах таких ученых, как Дьюи, Брунер, Пойя, Килл Патрик и ряд других. Таким образом, в первой половине 20 века в контексте изучения продуктивной, мыслительной и творческой деятельности появилось само название обучения, соотносимое большинством авторам с понятием проблемное обучение. Становление собственно проблемного обучения со второй половины 20 века связано в первую очередь с именем Сергея Леонидовича Рубинштейна, определившего проблемную ситуацию как начало процесса мышления и обозначившего этапы этого процесса, что впоследствии позволило Матюшкину Алексею Михайловичу исследовать роль проблемной ситуации в мышлении и обучении в его известной книге 1972 года. С момента выхода в свет книги Винценты Оконя «Основы проблемного обучения» в русском переводе она вышла в 1968 году, можно говорить о переходе проблемного подхода в метод обучения и далее в исследованиях Кудрявцева Товия Владимировича и Мерзея Смеловича Махмутова она перешла уже в систему, дидактическую систему проблемного обучения. То есть работа Махмутова как бы оказалась венцом развития теории проблемного обучения, поскольку он обосновал ее как систему дидактическую в теории и как тип обучения в практике. Таким образом, проблемное обучение является гетерохронным педагогическим явлением в генезисе которого выделяется подготовительный этап становления, его становления, то есть идея активизации исследовательского метода и проблемного обучения как подход и основной этап становления собственной теории проблемного обучения, который реализовался через динамику такой подход, метод, тип и система. Отметим еще такой момент, что проблемность может являться сущностной характеристикой не только собственно проблемного обучения, а любой теории обучения ориентированы на активизацию мыслительной деятельности учащегося. Это несколько слов в истории было. Далее я бы хотел несколько подробнее остановиться на теоретических основах проблемного обучения, как типов практики и дидактические системы в теории обучения, опираясь, конечно, прежде всего на результаты академика Мирзи Исмелыча Махмутова, моего учителя. Кроме того, я бы хотел отметить вклад в развитие теории проблемного обучения Казанская научная школа, его учеников и последователей, среди которых педагоги Шакирова, Постолюк, Андреев, Рудик, Чашанов, Кириллова, Катышев, Габдулхаков, Власова, Гайфули и другие. Психологические аспекты проблемного обучения нашли отражение в работах Шакурова, Алишева, Попова, Прохорова, Габдреева, Сибгатуллин и ряда других исследователей. Очень важную лепту, с моей точки зрения, в развитие проблемного обучения вносят исследования специалистов в области методик преподавания различных дисциплин, как школьных, так и дисциплин, изучаемых в высшей школе и среднепрофессиональной школе. Сегодня в вузах, как известно, практически по всем направлениям подготовки ведутся курсы методики преподавания различных предметов, в особенности профессиональных предметов. Нарабатываемый ими теоретический и практический опыт является также солидной базой для теоретических обобщений развития проблемного обучения на современном этапе. Замечу, кстати, что именно в области методик преподавания имеет место наиболее активное развитие теории проблемного обучения на современном этапе. Теперь я бы хотел обратиться к понятию проблемность в обучении. Что такое проблемность в обучении? Можно это понятие рассмотреть как бы в трех разрезах. Как педагогическое явление, как педагогическая категория, как педагогический принцип. Если говорить о проблемности как педагогическом явлении, то надо сказать, что в основе этого понятия лежит закономерность возникновения логико-познавательного противоречия. А сознание субъектом объективного противоречия, как с вопроса, подлежащего исследованию, представляет собой проблему, как форму движения мысли. Такова логическая основа понятия проблемности. Если говорить о проблемности как педагогической категории, то надо сказать, акцентировать внимание на двух моментах. Во-первых, понятие проблемности возникло не эмпирически, а дедуктивно. В первую очередь, через результат интеграции понятий смежных с педагогикой наук логики, психологии, дидактики, гносиологии. Кроме того, понятие проблемности в обучении, будучи фундаментальным, имеет производное от себя понятие низкого по сравнению с ним уровня абстракции. Учебная проблема, проблемная ситуация, гипотеза, уровни проблемности, познавательность, самостоятельность и так далее. Это говорит о том, что проблемность является фундаментальной категорией дидактики, которая обоснована в трудах Мейзи Исмиловича Махмутова и других исследователей. Некоторые специалисты и практики, говоря о проблемном обучении, полагают, что это есть обучение, которое обязательно предполагает постоянное создание проблемной ситуации и включение учащихся в решение проблем. Но на самом деле, в силу диалектического характера возникновения и развития, проблемность в обучении не является однозначной и статичной по своему содержанию. В зависимости от характера действий по разрушению, породивших ее противоречий учебного познания, можно говорить о разных уровнях проблемности. В работах Махмутова выделено четыре уровня, которые отличаются разной степенью активности и включенности обучающихся в процесс решения проблемы. Они на слайде обозначены, не буду на них останавливаться. Замечу только, что разные уровни проблемности выступают объективной основой построения различных вариантов сочетания приемов преподавания и приемов учения. То есть различных дидактических конструкций, в частности различных методов обучения. Но проблемность, как я уже говорил выше, выступает и как дидактический принцип. Будучи как бы логическим узлом, включающим в себя всю совокупность понятий, вытекающих из нее как категории, проблемность отражает нормативную функцию дидактики. То есть ту группу дидактических знаний, которая является нормой, регулирующей взаимодействие деятельности преподавания и учения. Эта функция категории проблемности делает ее основополагающим правилом, дидактическим принципом, то есть теоретическим положением, определяющим структуру и содержание, и форм, и методы организации обучения. Это вот понятие проблемности, такие теоретические основы собственной проблемности, как понятия, которые мы рассмотрели в трех разрезах. Далее я бы хотел остановиться на очень важном моменте, связанном с основными характеристиками проблемного обучения, которые делают эту теорию и эту технологию востребованной практикой. Сердцевиной, конечно, проблемного обучения является проблемная ситуация. Проблемная ситуация – это состояние интеллектуального затруднения, возникающее в случае, когда человек не знает, как объяснить возникшее явление, факт, не может достичь цели, известным ему способом деятельности, испытывает потребность разрешить его. Фраза «достичь цели, известным ему способами» может быть отнесена как к теоретическому затруднению, так и к затруднению практического характера, то есть затруднению, требующему от личности актуализации не только словесно-логического или наглядно-образного мышления, но и практически действенного мышления, ориентированного на решение задач в процессе деятельности. Иначе говоря, в проблемном обучении мы имеем дело с ситуацией, которая требует мобилизации всех сущностных сил человека, а не только реактивных качеств. Это делает возможным выделение видов проблемного обучения в соответствии с видами творчества. Первый вид – теоретическое творчество, поиск и открытие правила, закона теоремы. Второй вид – практическое творчество, поиск способов применения известного знания в новой ситуации. Третьему типу соответствует художественное творчество, где основным способом отражения действительности является творческое воображение. Замечу, что на первом этапе проблемного обучения в основном акцент делался на теоретическом творчестве, на поиске и открытии правила, закона теоремы и так далее. На современном этапе развития образования имеет место акцент как раз на практическом творчестве. И не случайно в литературе мы встречаем понятие не столько проблемное обучение, сколько проблемно ориентированное обучение, которое как раз говорит о том, что речь идет о обучении ориентированном на решение практических проблем. Это первая характеристика. Вторая характеристика, ключевая проблемного обучения – это его деятельностная природа. В процессе проблемного обучения знания в значительной мере не передаются в готовом виде, а приобретаются благодаря самостоятельной деятельности в условиях проблемной ситуации. Деятельностная природа проблемного обучения усиливает его интегративные возможности, создает основу для выполнения им функции, средства формирования профессиональной деятельности. В истории педагогики выделяется три этапа решения проблемы соотношения знания и деятельности. Первый – это передача знания без способов деятельности. Второй этап – передача знаний, включая способы их применения. И третий этап – это органическое слияние знания и деятельности. Так вот, проблемное обучение в большой мере соответствует требованию третьего этапа, предполагающему органическое слияние знания и деятельности. Этим определяется чрезвычайная актуальность его в нынешних условиях развития педагогики, ориентированной на формирование компетенций как интегральных качеств личности. Деятельностная природа проблемного обучения воплощена в цели, понимаемой не только как усвоение результатов научного познания, но и как сам процесс получения этих результатов, формирование познавательной самостоятельности обучающегося и его творческих способностей. Данная цель находит отражение в том, что в основе организации проблемного обучения лежит принцип учебно-поисковой деятельности обучающегося. Общая логика познавательной деятельности при проблемном обучении включает следующую последовательность, которая, конечно, вам известна. Отмечу только, что такая логика познания имеет место и при решении исследовательских или конструкторских, изобретательских задач. В принципе, эта логика применима при решении любой нестандартной задачи или задания. Поэтому овладение данной технологией, решение задачи имеет крайне важное значение в процессе обучения. Рассмотрим кратко суть основных этапов познавательной деятельности при проблемном обучении, поскольку детально рассматривать эти вещи, уйдет много времени у нас. Для проектирования проблемных ситуаций необходимо знать закономерность их возникновения. Исследования показали, что все многообразие противоречий, содержащихся в учебном материале, может быть выражено всего лишь четырьмя типами учебных проблемных ситуаций. В свое время Товий Владимирович Кудрявцев шесть типов выделял Мерзая Смайлович, из этих шести типов после анализа остановился на четырех типах. Вот эти четыре типа проблемных ситуаций. Коротко. Первый тип – это ситуации, в которых противоречие связано с тем, что учащийся сталкивается с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. Как раз то, что характеризует проблемно-ориентированное обучение. Второй тип опирается на противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществимостью избранного способа. Третий тип опирается на противоречие между практически достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием знаний для его теоретического обоснования. И четвертый, наиболее распространенный, когда учащиеся не знают способ решения поставленной задачи, не могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или жизненной ситуации, то есть в случае осознания недостаточности прежнего знания для объяснения нового факта. Суть этих типов заключается в том, что разные типы проблемных ситуаций создают различные внутренние условия мышления. В свое время известный психолог, по-моему, Григорий Силович Костюк, обратил внимание на то, что внутренним условием активизации мыслительной деятельности учащегося является наличие познавательных потребностей и мотивов учения. Так вот, разные типы проблемных ситуаций вызывают разную степень силы, потребность и мотивы, а значит и соответствующая активность мышления. Далее на слайдах, я пробегу некоторые слайды, представлены условия принятия проблемных ситуаций, то есть понимание, посильность, обусловенность, внутренний характер, стать противоречивым сознанию обучающегося. Способы и приемы создания проблемных ситуаций, этих способов было выделено девять, вот Мирзовец Малыча, а также примеры, иллюстрирующие отдельные способы создания проблемных ситуаций. Если у вас возникнут вопросы, мы к ним вернемся. Здесь просто я вам покажу вот четыре способа, где даются примеры создания проблемных ситуаций. Вот этот пример только хочу прокомментировать. Способ четвертый – побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, сталкивающих их с противоречием между житейским представлениями и научными понятиями. Вот такая информация называется «Золотой пожар». В 1896 году в Екатеринбурге один крестьянин построил большой бревенчатый дом, обставил его деревянной мебелью, обложил со всех сторон поленьями, облил керосином и поджег при большом стечении народа. В результате этой акции он разбогател. Как это ему удалось? Возникает противоречие между житейским представлениями о том, что деревянный дом должен гореть, и тем, что он не горит. Ну и дальше выдвигаются разные предположения, и учащиеся вовлекаются в деятельность по анализу данной ситуации. Это способ, опирающийся на междисциплинарные связи. Кто? Этот пожар? Нет. Он изобрел такой состав, при покрытии которого дерево не горит. Он изобрел состав химический, соответственно. И показал эту, вот эту ситуацию с домом, показал на ярмарке, где было большое стечение народа. И кроме того, перед этим он пари заключил со многими людьми, и очень много денег заработал на это. Дальше вот слайды раскрывают природу учебные проблемы. Тоже не будем на этом подробно останавливаться. Соотношение учебной проблемы и задачи. Вот здесь просто два слова хочу сказать про учебную проблему и задачи, потому что многие здесь, многие полагают, что вы, когда даете задачу или задание, автоматически это ведет к тому, что формулируется учебная проблема. На самом деле, это не совсем так. Они различаются структурой. Смотрите, задача данная плюс требования. А проблема – это известная плюс прежний опыт. Проблема, когда мы говорим о проблеме, речь идет о том, что включается еще личный опыт каждого обучающегося. Почему одно и то же задание разные дети или разные люди выполняют по-разному? Потому что при одних и тех же условиях опыт различный. Опыт знаний, опыт отношений и так дальше. Далее, тут механизмы анализа проблемной ситуации даются. Принципы вестицкой деятельности, закономерности постановки учебной проблемы. Вот здесь тоже можно бы остановиться немного на закономерностях. Вот на примере проблемной задачи хочу вам сказать. Вот задача. Зимой в глубоких водоемах наиболее теплая вода, имеющая температуру плюс 4, собирается возле дна. Не возникает ли в этой связи какой-нибудь вопрос? Вот для того, чтобы разрешить эту проблему, необходимо осуществить переформулирование вопросов. То есть трансформацию основного вопроса в ряд вспомогательных, дополнительных вопросов, которые в конечном итоге ведут. Как мы решаем проблемы в науке? Мы так решаем проблему в науке. Мы формулируем проблемный вопрос, а потом начинаем переформулировать один раз, другой раз, третий раз. И в конце концов проходим к какому-то позитивному результату. Так и вот здесь. Основной вопрос, почему более теплая вода находится у самого дна, он трансформируется. Почему более теплая вода не поднимается кверху? Почему не происходит конвекция, вытеснение теплых слоев воды холодными? Выходит, что теплая вода может быть тяжелее холодной. И дальше основной вопрос, какова плотность воды при температуре плюс 4 градуса? То есть, это очень важный момент, связанный с решением учебной проблемы, который связан с языком, с умением использовать язык. Дело в чем здесь? Дело в том, что одна и та же проблема может иметь различные речевые формулировки, обусловливающие различные способы ее решения. Это положение имеет очень важное значение в деятельности педагога. Действительно, мы в процессе обучения, когда используем проблемное обучение, мы переформулируем вопрос для того, чтобы учащихся включить в процесс решения. Во-вторых, важнейшим условием решения учебной проблемы является ее громко-речевая или внутриречевая переформулировка. Второе, это положение должно быть основным правилом для обучающегося. О роли языка в процессе проблемного обучения Березаис Малыч Махмутов, поскольку он был кандидатом филологических наук. И в этих вопросах очень хорошо разбирался. Он писал, вот его цитата. «Борьба с костноязычием, шаблонным выражением мысли, борьба за то, чтобы каждый обучающийся в языковом отношении чувствовал себя поэтом – одно из важнейших условий организации эффективного процесса проблемного обучения». Каждый обучающийся в языковом отношении должен чувствовать себя поэтом. То есть словарный запас должен быть богатым для того, чтобы уметь ориентироваться и предлагать различные варианты. Это вот о втором. Тут дальше, но про гипотезу. Третье положение, третья характеристика. Третья характеристика проблемного обучения – это ориентация на модельные способы овладения учебным материалом. Это очень важная характеристика, касающаяся профессиональной школы. Проблемное обучение может играть значительную роль в становлении профессиональной деятельности, эффективно способствовать реализации принципа «учить умением использовать знания». Как это сделать? Посредством моделирования, имитации профессиональной деятельности. Подобная позиция опирается на один из основных принципов деятельностной концепции, суть которого заключается в формулировке «принцип адекватности структур формируемой и формирующей деятельности». Это еще Алексей Николаевич Леонтьев и Лев Семенович Выгодский в свое время этот принцип обосновали. Идеи интериоризации и имитации в российском образовании появились не сегодня, конечно. Еще выдающийся педагог Скаткин обращал внимание дедактов на психологическую теорию интериоризации и на этой основе идею имитации. Пророческими сегодня звучат слова Маркварта, известного педагога о том, что развитие педагогики будет следовать требованиям жизни и сведется ко все более глубокому проникновению в учебный процесс методов имитационного моделирования. И тогда будет покончено, писал он, с положением, когда экзамены не ориентируют на развитие тех способностей, которые ценятся за пределами вуза. Когда в силу того обстоятельства, что слишком много хороших оценок может быть получено хорошим попугаем, даже лучшие студенты стараются развить у себя способности попугая. Продолжение следует... Целевой установкой является развитие познавательной социальной и профессиональной активности. А в основе данного вида обучения лежит принцип творческого нестандартного освоения действительности. Этот вид проблемного обучения получает развитие в отечественной, современной отечественной системе образования. Хотя первые работы по проблемному модельному обучению появились в 80-х годах прошлого века. Там специалисты из Казахстана писали, Хайдаров, Арстанов вместе с Питкассистом. Они опубликовали, по-моему, в 85-м году монографию проблемно-модельное обучение, так и называется. Теперь о современном состоянии проблемного обучения и о том, насколько проблемное обучение современной педагогике разработано. Мы провели анализ диссертационных работ, начиная с 2000 года по сегодняшний день. И выяснилось, что за это время опубликовано по проблемному обучению 5 докторских диссертаций и свыше 20 кандидатских диссертаций. То есть в год примерно по 2 работы кандидатские, каждые 4 года по докторской диссертации. Это достаточно солидный багаж. В научно-педагогической литературе и инновационно-образовательной практике накоплено достаточно большой багаж дидактических средств реализации проблемного обучения, которое, однако, применяется спорадически, а иногда и стихийно. Задача же заключается в том, чтобы реализация этой идеи носила систематический характер, была доминирующей установкой в деятельности преподавателя по организации образовательной деятельности обучающихся. Именно на это и направлены требования в ГОСВО, согласно которым, вы знаете, активные и интерактивные формы и методы должны занимать не менее 20% учебного времени аудиторных занятий. На наш взгляд, современному образованию, особенно высшим, проблемность должна стать доминантой в организации всего образовательного процесса. Это означает необходимость придания исследовательского характера основным формам организации обучения в высшей школе – лекциям, семинарам, практическим занятиям, разным типам практики, формам контроля и оценки результатов обучения и воспитания. Следует отметить, что в инновационном опыте высшая школа находит применение современной формы и методы и приемы обучения, являющиеся дидактическими средствами реализации идеи проблемности. Это перевернутый класс или перевернутое обучение, мозговой штурм, мини-исследования, игровые, проектные формы и методы, самостоятельная работа в малых группах, синергия учебного и неучебного пространства и другое. На наш взгляд, с учетом имеющихся реалии, необходимо идти по пути интеграции новых дидактических средств реализации проблемного обучения в структуру основных форм организации обучения. Вот даже вот этот пример показывает нам, что проблемное обучение может стать основой для интеграции инновационных приемов, инновационных форм, методов в структуру проблемного обучения как основы. И это не случайно, потому что я специально этим вопросом занимался и выяснил, что такой теоретически разработанной теорией, как проблемное обучение, в нашей дидактике есть еще одна такая теория. Теория развивающего обучения, в свое время обоснованная в трудах Ильконина, Давыдова, Занков, свой вид как бы этого обучения разработал. И теория, где вот теории у нас есть? Они очень близкие, похожие, не случайно Березая Смолович в свое время теорию проблемного обучения назвал теорией проблемно-развивающего обучения, чтобы как-то размежеваться с теорией Лернера и Скаткина. Но суть в том, что вот эта глубокая теоретическая разработка, теоретическое обоснование этой работы, этой теории позволяет как бы теории проблемного обучения вмещать в себя всякие инновационные идеи, которые появляются в современном образовании. Это вот интересная вещь. В качестве примера использования вот этих вещей сошлюсь на наш опыт применения такой формы активизации деятельности студентов, как семинар исследования. Эта форма предполагает включение студентов в деятельность по решению проблем. Один из наиболее эффективных вариантов проведения такого семинара – это использование в его рамках метода коллективного поиска оригинальных идей, метод мозгового штурма. В основе его применения лежит ряд закономерностей. Три закономерности здесь выделены. Первая из них – это сотворчество преподавателей и студентов. Использование этой закономерности предполагает, что преподаватель поощряет продуктивную деятельность, связанную с выдвижением идей, гипотез, ассоциаций и так далее. И при этом использует демократический стиль общения, выступает фактически в роли соавтора студентов. Чем более разница способностей преподавателя к сотрудничеству и сотворчеству со студентами, тем эффективнее творческое деятельность студентов, тем больше они выдвигают идей, гипотез. Другая закономерность – это вера в способности и творческий потенциал обучающихся. Это значит, что преподаватель обращает внимание и поддерживает даже самые незначительные творческие инициативы обучающихся. Он как бы говорит им – вот видишь, у тебя есть заметный творческий потенциал, и ты можешь решать проблемы и так дальше. Еще одна закономерность – это использование оптимального сочетания интуитивного и логического способов решения проблем. Это очень важная вещь. Накопленный опыт реализации методов мозгового штурма показывает, что особенно на этапе генерирования идей и выдвижения предположений о путях решения проблемы, имеет место снижение роли логического мышления и усиление интуитивного мышления. Данная закономерность имеет под собой нейрофизиологические основы, и в частности принцип нейрофизиологии, согласно которому процессы сознания и подсознания в мозге обучаемого протекают одновременно. Дело в том, что согласно этому принципу периферийные сигналы поступают в наш мозг без «разрешения» нашего сознания, как бы минуя контрольно-пропускной пункт сознания и устремляясь в глубинные слои подсознания. Достигнув его, эти сигналы могут всплыть на уровне сознания с определенной задержкой или же действовать опосредованно на сознание человека, как бы изнутри, через внутренние мотивы, неосознанные желания, состояния и чувства. С точки зрения организации процесса обучения, это означает, что на обучаемого влияет не только и не столько то, что сказал педагог, а весь комплекс внутренних и внешних факторов среды обучения. Реализация этого метода в структуре проблемного семинара предполагает следовать определенным евреистическим правилам для преподавателя и для обучающихся. Эти правила наверняка вам известны, поэтому я на них останавливаться не буду. Вот они для преподавателя и вот правила для обучающихся. Далее, следующий вопрос, на котором я хотел акцентировать ваше внимание, это вопрос о контроле и оценке результатов обучения и образования. Дело в том, что нередко имеет место такая ситуация, когда мы реализуем одну технологию, а результаты оцениваем совсем, ориентируясь как бы на другую технологию, чаще всего традиционно оцениваем. То же самое имеет место, например, с реализацией компетентностного подхода. Мы закладываем большую совокупность целей, связанных с теми или иными компетенциями, а в итоге проверяем знания, традиционные знания, традиционными практически способами. И такое вот противоречие имеет место быть с современным образованием. Вот применительно к проблемному обучению, естественно, раз мы реализуем проблему на обучении, значит, мы должны и проверять те результаты, которые были заложены в целях. А цель – это развитие творческой способности, развитие мышления, развитие познавательной самостоятельности. Значит, нужно акцент делать на диагностике именно этих результатов. Исследования, проведенные в Институте психологии и образования КФУ в творческом сотрудничестве с коллегами из юридического факультета КФУ и, в частности, ее деканом Лилии Талгатова-Набакулиной, которая присутствует здесь, показали, что кроме традиционных тестов в инновационной практике преподавания профессиональных дисциплин получают распространение такие средства контроля и оценки результатов обучения, как кейс-измерители. Кейс-измеритель – это проблемные задачи, в которых студенту предлагается реальная производственная ситуация, отражающая практическую проблему и требующая для своего решения определенного комплекса профессиональных знаний. Отличительной особенностью такой проблемы является отсутствие однозначных решений, побуждающая студентов искать различные пути решения, анализировать их с точки зрения оптимальности и аргументировать свой выбор. Поскольку составление таких кейс-измерителей представляет собой достаточно трудоемкий процесс, на разработке кейс-измерителей вообще работают целые структуры, лаборатории, иногда и маленькие институты, и в год они разрабатывают, может быть, 4, 5, 6 кейсов. Это огромная работа. Не такой простой вопрос, как некоторые думают. Постольку в вузах находят применение виртуальные тренажеры-имитаторы по дисциплине. Их можно использовать как обучающее средство и одновременно как средство контроля и оценки сформированных знаний и умений. Вообще это закономерность. Можно пойти также по пути выделения групп компетенций, для оценки которых предлагаются соответствующие комплексные задания. Так, например, в опыте Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, теперь его уже нет, его влили в состав Московского педагогического университета, имя была предложена пару лет тому назад, кластерная классификация компетенций. Они делили все компетенции на три группы – мировоззренческие, нормативные и инструментальные, в соответствии с которыми разработана система измерительных инструментов, включающая различные формы тестов, имитационные упражнения, курсовую работу, эссе-проект для оценки мировоззренческих компетенций, веб-квесты, дебаты, дискуссии, выступления на круглом столе, эссе-деловую игру для оценки нормативных компетенций, а также составление рекомендаций, отчет об исследовании, ситуационный анализ, мозговой штурм и другие для оценки инструментальной компетенции. Задача в этой связи состоит в том, чтобы использование этого многообразия средств контроля в обучении, приобрело целенаправленный и системный характер, а не формальный, как это имеет место в современной практике. Учитывая особенность процесса оценки компетенций, в нашем опыте мы используем такое диагностическое средство, как индивидуальные диагностические карты. В такой карте отражаются все этапы формирования составных компонентов компетенций, от курса к курсу, от дисциплины к дисциплине, что позволяет получить динамическую модель компетенций. Надо сказать, что этот метод исследования может быть эффективен, особенно в части оценки некогнитивных компонентов компетенций, в частности мотивационного, ценностно-смыслового, деятельностного. Основная трудность в реализации такой диагностической карты в системе высшего образования состоит в том, что процесс подготовки специалиста распределен по нескольким кафедрам в зависимости от курса обучения. Поэтому задача заключается в том, чтобы на каждом курсе выделить те кафедры, которые участвуют в подготовке будущих специалистов, и выявить механизмы для их взаимодействия. Опираясь на результаты многолетних опытных экспериментальных исследований, мы полагаем, что одним из путей решения этого вопроса может стать использование проблемного подхода в рамках концентрированного обучения, организация которого предполагает сокращение числа одновременно изучаемых дисциплин до 3-4, с учетом требований принципа преемственности и междисциплинарных связей. Кроме того, мы считаем необходимым изменить подходы к проведению промежуточных и итоговых государственных экзаменов, в частности, перейти к продуктивной модели компетентно-стоориентированных госэкзаменов. На сегодняшний день в программе госэкзамен позиционируется как итоговый междисциплинарный экзамен, включающий несколько дисциплин профессионального цикла. Его регламент предусматривает количество вопросов экзаменационного билета соответственно выбранным дисциплинам. Такая структура делает экзамен не междисциплинарным, а мультидисциплинарным, ориентированным зачастую на выявление и оценку знаний из разных предметных областей. Чтобы сделать его междисциплинарным по содержанию и продуктивным по целевой направленности, необходимо структуру билета экзаменационного построить по-другому, основываясь на том, что компетенция – это способность студента конвертировать свои знания, умения и навыки в практику решения конкретной задачи, связанной с профессиональной деятельностью. Для выявления компетенции используется комплексное междисциплинарное экзаменационное задание, содержатель на основе которого сложат объекты и виды профессиональной деятельности. А структурно оно представляет собой три блока взаимосвязанных и разноуровневых по критерию проблемности тестовых заданий, имитирующих реальные условия профессиональной деятельности. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о таком важном аспекте, как условия реализации проблем на обучении, что очень важно с моей точки зрения. Выделяют вообще две группы условий – социально-педагогические и психолого-дидактические. Они на слайде представлены. Обратим внимание на некоторые из данных групп условий. Основным, как видно, является наличие творчески работающего педагога, преподавателя, нацеленного на непрерывное саморазвитие, а также свободно и глубоко владеющего содержанием своего предмета. На наш взгляд, это условие является важнейшим, основополагающим для эффективного использования не только проблемного обучения, но и любой инновационной технологии, но проблемного в особенности, поскольку это непростая технология. К сожалению, многие трудности в реализации идей проблемного обучения в практике зачастую оказываются связанными именно с недостаточной готовностью педагогов к реализации проблемного обучения. Но даже творчески работающий преподаватель будет испытывать трудности, если нет соответствующего учебного и учебно-методического обеспечения. С моей точки зрения, это основная трудность внедрения проблемного обучения в широкую практику, отсутствие должного учебного и учебно-методического обеспечения. Поэтому мы все традиционно работаем, поскольку учебники все традиционные, и они ориентируют на традиционный подход. Прежде всего, речь идет о необходимости добротного учебника по предмету. Если в общеобразовательной школе этот вопрос в той или иной мере решается, прежде всего в начальном звене, где целая линейка разных пособий разных авторов, то этого нельзя сказать о высшей школе, где качество учебников и учебных пособий оставляет желать лучшего, если сказать мягко. Особую остроту проблема добротного учебника приобрела в условиях реализации в ГОСВО, когда чуть ли не каждый преподаватель разрабатывает учебные пособия по своей дисциплине. Между тем, это очень сложное дело, и не каждому под силу разработка учебного пособия или учебника тем более. В этой связи я отмечу, что нами разработан в соавторстве Селены Михайловны и Татьяны Михайловны Андриановой разработан и опубликован оригинальный учебник по теории обучения для студентов, получающих педагогические специальности, в котором реализованы идеи проблемного обучения как в структуре, так и в содержании учебных модулей. Вот схема модели структуры организации учебного материала здесь показана, и структура организации содержания дисциплины теории обучения. Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что каждый модуль включает теоретический и практический материал, а в практическом материале имеются девять блоков, которые начинаются с постановки проблемы. С постановки проблемы и завершается литература. Но помимо этого еще блоки актуализации, исторический, теоретический, обобщение, систематизация, расширение. И задания, то есть блок применения и блок самостоятельных работ, в которых реализуются идеи сочетания проблемного и репродуктивного обучения. Вот опыт показывает, наш личный опыт показывает, что такое структурирование учебника в русле идеи проблемного обучения позволяет более эффективно реализовывать идею проблемного обучения в практику образования. Еще одно по поводу условий хочу сказать. Речь об инфраструктуре, то есть помещениях, мультимедиа и так далее. В этой связи хотел бы обратить внимание коллег на ту инфраструктуру, которая создана вот в данном институте. Эта инфраструктура сама как бы выступает стимулирующим фактором для активизации педагогической учебной деятельности. И преподаватели и студенты работают в комфортной, мотивирующей образовательной среде, где сама среда как бы подталкивает на то, чтобы повышать эффективность своей деятельности. И теперь я перехожу к последний или последний блок, связанный с основными направлениями развития проблемного обучения или тенденциями. Мы выделили тут три тенденции. Первое. Направление обусловлено интенсивным развитием информационно-компьютерных средств и их интеграцией в систему образования. В последние годы в мировой педагогике в связи с широким внедрением информационных технологий появились новые понятия. Информационно-образовательное пространство, электронная педагогика, электронная дидактика и так далее. Современные информационные технологии и электронные образовательные ресурсы нового поколения позволяют реализовать новый способ организации как учебного процесса, так и профессионального общения. Они определяют такие направления радикальных изменений в системе образования, как замена закрытой образовательной среды открытой, индивидуализация образования, утверждение самообразования и самообучения в качестве ведущих форм образования, ориентация на образование, созидающее знание. Сегодня активно осваивается категория персональная учебная среда, связанная с практическим применением идеи электронного обучения. С возникновением электронной педагогики, термин, с которым я вообще-то не согласен, появились новые принципы. Интерактивность, стартовые знания, идентификация, педагогическая целесообразность применения средств ИКТ и так далее. Применительно к проблемному обучению это выражается в активном становлении проблемной интерактивной технологии обучения, в основе которой лежит взаимодействие как минимум трех базовых технологий проблемного, интерактивного и компьютерного обучения. Здесь имеет место изменение характера информационного взаимодействия между обучающимся и интерактивным источниками образовательного и информационного ресурса, благодаря тому, что информационно-образовательная среда превращается в полноправного участника обучения. Это очень важно. Использование интерактивных источников информации меняет парадигму взаимодействия обучающего, обучаемого и интерактивного источника информации. Это взаимодействие создает новые возможности повышения эффективности обучения за счет того, что А. Обратная связь становится мгновенной, незамедлительной. Б. Есть реальная возможность предоставления аудиовизуальной информации в любом объеме. Информация не ограничена учебниками или пособиями, не ограничена в объемах и времени получения. В. Автоматизируются рутинные процессы, связанные с поиском, обработкой, формализацией и так далее. И. Г. Существенную роль играет фактор компьютерного моделирования объекта процесса в явлении. В виртуальной форме можно моделировать любые процессы. Это первое направление. Второе направление, прямо связанное с одним из основных понятий, о которых я говорил, это проблемная ситуация. Дело в том, что создание проблемных ситуаций в процессе обучения в целях формирования разного рода компетенций в современном образовании становится одним из основных дидактических средств. Причем обратим внимание на то, что это имеет место в обучении независимо от того, какая технология реализуется в конкретном случае. Так, например, если реализуется как основная личностно ориентированная технология обучения, хотя я не знаю, что это такое, точно, то создаются проблемные ситуации, актуализирующие личностные аспекты в обучении. Технологии контекстного обучения создаются ситуации, задающие профессиональные и социальные контексты и требующие от обучающихся активной деятельности по освоению нового знания, нового способа общения и так далее. Третье направление развития проблемного обучения обусловлено процессами интеграции в дидактике. Прежде всего, наблюдается процесс интеграции форм организации обучения. Кроме того, имеет место интеграция общего и профессионального знания, теории и практики, содержания процесса обучения. Все более явственно выступает тенденция интеграции психологических, дидактических и методических исследований проблемного обучения. В современной педагогике очень четко прослеживается тенденция интеграции проблемного обучения с другими технологиями. Она проявляется в развитии таких направлений, как проблемно-ситуативное, проблемно-деятельностное, проблемно-модульное, проблемно-проектное, проблемно-целевое, проблемно-игровое, проблемно-интегративное, проблемно-тренинговое, проблемно-модельное, проблемно-концентрированное обучение и так далее. Исходя из вышеизложенного, а также учитывая, что проблемное обучение вобрало в себя многие идеи и достоинства других дидактических систем, мы считаем, что в современной системе образования проблемное обучение следует рассматривать как основной тренд развития теории и практики обучения, отвечающей общественным запросам. В этой связи отметим, что еще в 1975 году, почти 40 лет назад, Мирзавис Малыч Махмутов, подчеркивая роль и место проблемного обучения в развитии общества, правительски писал, что в арсенале всех средств общества по воспитанию интеллектуально активной личности проблемное обучение должно играть ведущую роль. Задумайтесь вот над этой цитатой. Вместе с тем, это не означает, что проблемное обучение следует понимать как сплошную поисковую деятельность обучающегося. Исследованиями доказано, что нельзя противопоставлять мышление человека его памяти, ибо пустая голова не рассуждает. Чем больше опыта и знаний имеет эта голова, тем более она способна рассуждать. Необходимо рациональное сочетание приемов традиционного и проблемного обучения, органическая связь нового с прошлым опытом. Формирование творческой способности обучающегося возможно лишь при неразрывном единстве обучения и воспитания, лишь посредством применения всей совокупности форм, методов и принципов организации учебной и внеучебной самостоятельной деятельности обучающихся. На этом я заканчиваю. Хочу сказать заключение, что Мерзавис Малыч Махмутов еще в 1975 году, когда обосновал в своей знаменитой монографии «Проблемное обучение», не один раз подчеркнула мысль о том, что проблемное обучение – это новое явление, но оно неразрывно связано с предшествующими, с теми теориями, которые на данном этапе исторического развития имеют место быть. То есть это одна из теорий и технологий, которая тоже имеет свои границы применения. Ну, в частности, одна из границ – это необходимость хорошо подготовленного преподавателя, необходимость хорошо мотивированных обучающихся. Это само по себе большая проблема, потому что сейчас ситуация с преподателем несколько улучшается, по крайней мере с учителями, но в принципе здесь ситуация, в общем, конечно, непростая. Не каждый учитель, к сожалению, готов к реализации проблемного обучения, поскольку это непростая, легко освоить технологию интерактивного обучения. Посадил, собрал, создал группу, дал задание и пошел. Но такие технологии, они имеют свои задачи и свои границы применения. Преимущество проблемного обучения заключается в том, что оно работает на развитие самого главного у человека – мышления, творческого мышления и на развитие личности, чего не хватает многим остальным технологиям. Именно поэтому технологии концентрируются вокруг идеи проблемности и имеют место то множество технологий, о которых я говорил, проблемно-модельные, модульные и так далее. Спасибо за внимание. Пожалуйста, если есть вопросы.